ехал на рыбалку и подумал может не пройтись вот доли этой посадки металлоискателем наверняка какой-то тракторист всяких ништяков там набросал встал короче тут так и что я тут вижу смотреть какие большие бетонные кольца даже не знаю что тут был первый раз это я увидел хотя тут я не раз проезжал во втором кольце я виду вижу трубу это видимо был какой-то слив куда чуть текло как думаете канализация в поле непонятно для чего в середине поля посадка какая-то непонятно кольца для чего это все какое ваше мнение также интересно а куда идет эта труба куда она может там идти куда чё текло то вот там дали есть речка неужели до туда идет труба под землей как вы думаете вот вдоль этого поля и деревьев там пройду металлоискателем так вот добрался до деревьев явно под ними должны быть какие-то ништяки о чё нашел глянь пищи значит металл только на смотрите в бита землю не не вытащить о как оно вросло в дерево вот вот давно она тут а это видать связано с теми теми колодцами она и связана еще один сигнал недалеко ты я отошел от той трубы которая торчит ну что ребят установил камеру ведь вам же интересно что это такое ведь в этом процессе самое интересное как раз именно это что найдет вот вроде ага вот контакт есть вполне у тебя наверху лежит какая-то мелочевка ребят какая-то трубочка и все нет это штырь это все ребят это был штырь ну надо убедиться что это был именно штырь и ничего больше да нет сигнала это был только штырь смотрите чё тут нашел норка чья-то ни хера он себе тут морить скок ёлы-паллы рядом с норкой сигнал вполне себе нормальных размеров полметра да нет метр что это такое длинный счет наверно проволок нет это не проволока а что-то такое прямоугольное квадратное не уж то штырь квадратный целый метр нет оказалось это зубчик зубчик от этого как она называется на русском на нашем языке называть сюрре не помню как на русском называется и далее какая штука ламочка загорел замена батарейки как мы выяснили прошлом видео загорается на при напряжении меньше семи вольт батарейки но тем не менее работать он продолжает а перестает работать он когда напряжение падать меньше чем 6 половиной вольт у него начинается паника и он начинает пищать продолжая сажать батарейки дальше так что учитывать это работа на как его же говорят кроны 10 вольт ну 9,9 вольт новая то есть диапазон работы от 6 с половиной до 10 вольт но проверим общем такая маленькая вещь пищала целый метр я не понимаю ведь нет сигнала почему она так пищала целый метр хотя хотя не здесь есть еще сигнал вот здесь еще что то есть вот что это оказалось какие-то уже находил выкопал эти две штуки смотрите нет сигнала больше что то я не пойму почему такие маленькие вещи пищат в таком большом радиусе может это все же связано с тем что мне батарейка садится потому что я явно желаю достать что-то большое но нет все перерол ведь ничего больше нет на речи нашел шелуху шелуху сюда вывали и вот опять такой же штырь торчит у штырь говорю труба они видать по всей длине тут ребят гляньте кто-то тут уже копал ведь и там есть сигнал надо проверить может зарыли клад и забыли закопать стал копать короче ящерицы были на поле вот он он хоть пока что они не поймал да ты делся прядки тут со мной думал играть нет и ютт Мастер маскировки, вот она, вот-вот-вот-вот-вот, ну давай, я тебя, я тебя поймал, ладно отдыхай. Ничего металлического не нашел, и сигнал пропал. Неужели была ящерица? Да ёлы-пал, это был это, гвоздь, проволок, представляете, лопала туда, а я здесь копаю, копаю. Вот так хожу по деревне. О, опять ты, да? Да сколько ж вас тут, а? Ещё один пет, сантиметров 30 точно, значит надо копать. Это была вот такая вот проволока. Недалеко от трубы, уверенный сигнал, как будто что-то большое. Надеюсь, это не продолжение трубы. Проверим. Начал очищать листву, его сразу в лопату уперлось. Блин, чуть рожу не пролетело. Вот такая вот цепь. Кстати, интересно, а можно ли такие штуки в черне сдавать, принимать ли их, потому что по сравнению с тросом, тут же тоже куча мусора. Напишите в комментариях. Цепь-то я вытащил, сигнал пропал, но рядышком. Всё равно, что-то пищит. Но вторая цепь. Оказалось, это была провода, которая даже на лопату не хочет цепляться. Мусор, короче. Еще один сигнал по дереву. Я даже вижу, что-то наверху лежит. Так, волшебный крючок. Цепляем. Какая-то шнеза, походу. Что это? Ну, не знаю, по-моему, мусор, да? Брать, не брать? Вот как она выглядит в руках. Ну, краска тут есть и что. Брать такие вещи не брать? Вообще, вот металл с краской ее можно сдать или надо с краской скрести? Напишите в комментариях. Ни разу не сдавал, не знаю даже. Знаете, что это так пищит? Фанфорик. Смотрите. У нее вот пробка алюминиевая. Вот она и пищит. Опа, 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 опа. Кто тут у нас? Вау! Опять-то, да? Это при том, что еще пару штук я там пропустил, не снимаю. Ох, страшно представить, сколько еще их там. Наверняка уже кто-то из зрителей посчитал, сколько это в рублях. Напишите. Я думаю, кому-то будет это полезно знать. Так, 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 по-моему, какой-то маленький ништячок сейчас вылезет. Сам не знаю, что. Это что? Проволока, что ли? Да ё-оу-оу! Проволокка! А я был уверен, что какой-то ништячок. вот что за хрень это было вот она ура осталось только одно дерево и здесь участок, который был справа закончился а то, что слева, я обойти уж не успею солнце садится да я даже на рыбалку не успею сходить смотрите, что тут наверху лежало походу здесь тоже куча ништяков потом обратно я пойду вот, по зеленому полю а так этот участок получается прошел нашел свою любимку зацените моя любимка правда до сих пор не знаю где она стоит, представляете но нахожу их часто 250 грамм а может 200 двух видов я их находил так, добрался до машины думаю рыбач не получится, он скоро сядет, будет холодно так что на этом пока хорошо вот так что нахожусь вот так вот так вот так